Сегодня мы будем готовить праздничное блюдо. Жаркое из баранины с овощами. А готовить его будут казаки Баталпашинского городского казачьего отдела. Три Александра. Знакомьтесь, это Григоров, командир второй сотни. Отвечает за костер. Ешь как ловко с дровами управляется, хотя живет в городе. С детства вообще-то нас как-то и старики к этому приучали. Родители, деды. Это как бы каждый казак может рубать. С самого детства учили? Ну да, с самого детства. Бывало такое, что и пальцы на ногах отрубали. Серьезно, да? Бывало. Ну, надеюсь, у вас все целое. Нет, это все целое, оно ж заживает. Самый большой – это Александр Максименко. Служил в спецназе ГРУ. С ним шутки плохи. Но это только на первый взгляд. Добрейшей души человек. Третий – Александр Пугачев, начальник штаба. Правая рука атамана. Готовит – пальчики оближешь. Поэтому не только в штабе, но и на кухне он главный – шеф-повар. Ну вот, костер разгорелся. Пора ставить котел. Только зачем его крышкой накрывать? Он же холодный. Сейчас нагреется немножко. Ждем, пока котел нагреется и наливаем туда растительное масло. Через несколько минут выкладываем баранину и опять накрываем крышкой. Чтобы в котле, в Казани, было гораздо больше тепла, жара, то мясо быстрее протрулось. Ну, а мы пока с другим Александром займемся овощами. Чтобы приготовить казачье жаркое, нам понадобятся лук, морковь, картофель, баклажаны, сладкий перец, помидоры, зелень и чеснок. Вы будете морковку крошить, а я лук так и быть. Терпеть не могу я этот лук крошить. Ну и ножи, да уж хорошие. Но дым этот ужасный, прям в глаза лезет. Александр, что вы не плачете? Привычка с детством. Оказывается, в детстве Александр занимался туризмом. Ходил на море через перевал. Так что к дыму костра он привычный. А нам, городским жителям, что делать? Нет, ну это невозможно. Я вообще-то не казачка. Дым от костра, глаза ест, лук, ну это вообще невозможно. Александр, идите сами чистите свой лук. Вот вам луковица, идите чистить. Не буду я его чистить. Тогда я вам сейчас открою маленький секрет для многих женщин. Так надо правильно лук чистить и лезть. Сейчас скажут, что нужно нож в холодную воду окунать. Тоже мне секрет. Самое главное в этом деле – корички оставить. Гучки убираем и все. Весь сок, который жжет глаза, выходит именно с этого места. Ух ты. И что, не ест глаза? Не ест глаза, а писно режется, без слез. Такой казачий лайфхак. А кто это вас научил? Это еще моя бабушка умела так резать лук. Проверяем нашу баранину. Вон она какая, румяная стала. Ты смотри, как наши казаки ловко овощи шинкуют. Мне там и делать нечего. Интересно, где они так научились? В всю жизнь казаки, когда уезжали все пахать, сеять, они уезжали в основном без женщин. Они брали продукты с собой и всегда сами готовили себе. Наше мясо почти готово. Надо его посолить. Румяный вид у него красивый должен быть. А пахнет так? Пахнет-то оно, пахнет. Но наш шеф-повар считает, что мясо должно еще немного потомиться. Сырое. Горячее сыр не бывает. Еще минут 15 максимум. Подкладываем дрова, чтобы увеличить жар. Ну и дым. Зато комары не кусают. Через несколько минут будем закладывать в казан наши овощи. Вон как наш шеф-повар ловко ножом орудует. Мы все овощи резим крупно, потому что это мясо баранина с овощами. То есть это не приправы будут какие-то овощные, это именно будут овощи. Чтобы они сохранили свой цвет и вкус. Это давняя казачья традиция. Нарезать овощи крупными кусками, которые сохранилось по сей день. Зайдите в любой дом казакам, посмотрите, как они подают овощи к столу. Помидоры, огурцы, перец. Все разрежут на две части и все. А вот и наша баранина. Боже, как она пахнет. По-моему, уже можно обедать. Ах да, еще же овощи. Закладываем в казан по очереди. Последним добавляем перчик чили. Казаки и острую еду разве любили? Острая еда, она все вкуснее и полезнее, чем у нас растая. Интересно, почему это мы чеснок не чистим? Чеснок в кожуре дает свой аромат и вкус. Ну что ж, он главный, ему виднее. Ну а мы с Александром Маленьким займемся картошкой. Казаки своими, равный народ вообще, вольный. Это 14-й год война началась. Ну у меня все прессы в основном Краснодарский край, Отрадинский район. И вот приехали, собрали сотню и собрались с ними ехать на войну. А получилось так, что в этот день один из казаков, ну молодые казаки там, женился. И его из-за стола, из-под венца, можно сказать. Ух ты, на службу. Да, и на службу. Ну а молодая казачка вцепилась в повод и, ну как, ни брачной ночи не было ничего, и не отпускает. И уже, ну тогда ж мостов не было таких, они вбрут, переправлялись. И вот переправляются, она вцепилась. Ну офицер взял и нагайка ее стяганул. Атаман, сотня, стоп, хлопцы возвратаемся назад. Все, почему? Мы домой, мы, говорит, на войну поедем. Биться за отечество. А офицерек будет, говорит, наших жунок нагайка стягать. Не поедем на войну. Развернулись и поехали. Две недели собирали обратно сотню, чтобы их вернуть на войну, так сказать. То есть женщины бежать нельзя было? Конечно, это, у казаков это самое главное правило. Отправляем нашу картошку в котел и ждем. А казаки все умеют готовить? Конечно, все. Потому что казаки выезжали сюда, значит, на разные отражения. Жены дома. А что делать? Казаки сами, значит, у костра, сами готовили себе разные блюда. Каши вырыли, там, мясные блюда. С собой брали, значит, они овец. Овца, как бы, более такая, ну, это, животное такое, да, неприхотливое. И в итоге овцу, значит, проносили в жертву. Готовили ее на костре, там, шишки жарили, врыли разные блюда, там, жаркое делали, как мы сейчас делаем. Вот так вот. В общем, что поймали, то и съели. Да. Есть речка, значит, есть рыба. Есть поле, значит, есть птица. А у казака кинжал с собой, что догнал, поймал, вот и пообедал. А поймать казаки могли все, что угодно. Знатными охотниками были. Ну, в основном перепелов ловили когда? Да, когда сенокоз или убирают пшеницу, рожь, овес, были сетки, ну, метров 10-15, на край поля. Выкладывали сетку прямо на пшеницу. И вот сетка там, там, два на два, там, три на три, лежит сетка наверху. Ну, а в основном 18-20 ячейка. И вот сидят на краю поля. Ну, как, метров пяти от края пшеницы. Сидят и так. Так. Перепелочка кричит. Перепел кричит. И вот сидят и так. Перепела в основном идут на звук. Вот они подходят к краю поля и остановились. Ну, как обычно, луна, светло, фонариков тогда не было. Лучину никто не зажигал, свечек тоже. И вот видно, что они уже подошли и стоят. Они дальше на чисто они выходят. Они только могут... И вот они подошли на край и стоят. И кто-нибудь стоят так руками. Раз, махнул. Они все реагируют. Поднимаются крылышками. Раз, и зацепились. Подошел, собрал. Опять разложил сетку. Опять сидит на краю поля и так. Ну, специально из кости делали манки. Имитация крика перепелочки. И вот самцы подходили и в основном самцов ловили. А что с ними делали? Что с ними делали? Домой приносили, жена поскобла, сварила, сжарила. Ну, в основном в чугунах тогда. Их разрезали по хребту, не по животу, а по хребту. Расчиняли. Потом вот эти вот все там печеночку, желудок, гречку туда вареную добавляли с луком. Опять их закрывали, укладывали это самое. И, так сказать, они томились в русской печи. И получалось, ну, очень вкусное блюдо. А вы пробовали? Конечно. Конечно пробовал, потому что кто б меня так этому научил. Везет же некоторым. Вот ведь как раньше жили. С перепелками, да с инокосом, да на свежем воздухе. Эх. Конечно, работали тогда от зари до зари. Зато росли сильными и здоровыми. Вот наши Александры, чем не русские богатыри. Наступает ответственный момент. Собираем наше блюдо в одно целое. А потом просто будут комментарии писать. Ну, Александр, да гурман. Ха-ха-ха. Насчет гурмана не знаю, а и стыд наш начальник штаба уж точно. Сначала на лаваш выкладываем картошку. Затем овощи, мясо и снова овощи. Какая красота получается. А в самом конце последний штрих мастера. Посыпаем наше блюдо мелко нарубленной зеленью. Боже, как оно пахнет. Хорошо, что нас немного. А вот и квас домашний. Рецепт как-нибудь и расскажем. Наше блюдо уже готово. Оно получилось вкусным и красивым. Ну что ж, наконец-то можно пробовать. По-моему, получилось идеально. Жарко у нас получилось. Пальчики оближешь. Дорогие земляки, чаще вы езжайте на природу, в теплой погоде, на речку. Готовьте вместе с нами вкусные блюда. А мы вам поможем. Дадим вам свои ценные рецепты. Всем приятного аппетита. Добро пожаловать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»